В этом видео я покажу ещё один свой рабочий день. В прошлом видео из этого объекта мы с Макаром переваривали стояки водоснабжения в квартире. Между делом Макар это сантехник, опыт работы, у которого практически вдвое больше, чем у меня. Всю систему на этом объекте собирал Макар. Я лишь пришёл в первый день для того, чтобы вместе мы переварили все стояки, потому что в одиночку с полипропиленовыми стояками работать сложно. А во второй день стояла задача соединить полипропиленовые стояки с системой, которую собрал Макар. Кроме этого нужно было спрессовать все металлопластиковые пресс-фитинги на системе в квартире. Дело в том, что пресс-инструмент Макара находился на другом объекте, в другом конце города, а я живу практически рядом с этим объектом. Многих зрителей мои технические ролики заставляют иногда задуматься, а порой хочется ни о чём не думать, а просто посмотреть какой-нибудь видосик. И пока я на своём канале рассказываю и показываю, как правильно и безошибочно работать с полипропиленом, Сергей на канале Домашний Мастер показывает, как из полипропилена сделать ворота для мяча, держатель для 8 рулонов туалетной бумаги в уличный туалет, сушилку для белья, полку в гараж, стол, тележку и прочие самоделки не только из полипропилена. Ссылку на канал Сергея я оставил в описании. Лазер-шмазер показывает, что трубы стоят ровненько, а тем временем, пока я где-то шарился, Макар уже вон тут всё прикрепил, всё аккуратненько, красивенько. Зелёненькие хомутики и узел ввода. Сейчас будем вот это приклеивать, как-то соединять это с этим. Так, у нас 25-я, да? Да. Подержи трубу вот здесь. Вот, все. А я при меня. Вот. Вровень. Вот. Смотрим. И второй 60. Да? Можно будет один ванну. А вот и расхождение. 5 градусов там, 5-10. Вот-вот-вот. Так это какой-то резьбе для кухни дела? Вся. 5 дюймовая резьба, то есть есть где 55 градусов при вершине, а есть 60, в Штатах 60, в Европе год. Ну хорошо, получается все системы кривые. Нельзя ее собрать ровно из-за того, что вот такая шляпа. Можно, я стараюсь собрать, допустим, вот здесь вот этот узел, я его собрал до упора. То есть я затянул резьбу и здесь, допустим, на 5-10 градусов подключается. Где-то я, допустим, собираю, выбираю лифт, не закусываю до резьбы, а находится в среднем положении, и крик полимеризуется, и там получается одновременно. Понятно, да, это понятно. И чтобы у него не происходило с закусом, я использую ключ, я его не взял с собой. Он прибивает вот эту резьбу, накатку делает, поэтому все более-менее относительно ровно. А там где до упора, там крик. То есть когда ты закрутил до упора, у тебя закусывают угол на угол, и у тебя 10 градусов подлезает. Ну смотри, конечно же, можно взять, собрать кочергу, говорю, палку так и палку так, и показать, насколько расходится градус. Ну вот смотри, я вижу, в принципе, когда глаз набит, видно, что косо. Но с другой стороны, кому это надо? То есть она относительно общая картина ровная. Ну есть немного. Вот фильтр вот сюда вот висит. Эта херня сюда наклонена. Хотя вот эта вот на полуровне, вот она здесь ровно крепеж. Можно специально кривой крепеж. Попробуйте. Ну вот она, да. Ну давай я ее еще попробую. А тогда достанешь до сюда? Я вот об этой херне макар не знал, потому что вот из-за этого можно скатить резьбу. Может. И 8-го. Этого никто не увидит. Никогда. Кроме нас. Кроме нас задротов. Этого никто не видит, блин. В колбу вот так вот туда сейчас загнется. Теперь чуть-чуть и все. Этого видно не надо. Во. Смотри, какой ты молодец. Всего-то надо было. Все. Теперь идеально. Вольво купили китайцы. Лендройвер купили индийцы. Все. Ну вот. Эта штука стоит. Она у нас здесь. 40, 10, 40, 20, половины. Весь 41. Стенка ровная. И здесь будет 41, получается? Вот тут вот. Здесь у нас. На его каркасике. 940. Кто-то тебе звонит. Сейчас сделаем вот так вот. Так. Сюда. И вот это вот сюда. И сюда. А вот эта фигня, которая будет в воздухе. Она будет держаться за каркас. Надо было, конечно, обезжирить сначала. Надо было, что это было. Дай мне. Ха-ха-ха. А шланга не хотали. Да нет. Да нет. Давно ебший. Не поел. Ты не бросила. А это что такое? А это полусобный нож. Который защищал трубы. Без зачистки нельзя было вставить. А, который скоблит так же? Да. А сейчас надо снять оксидный слой. Называется снять оксидный слой. Но в Акватерме это для труб, которые имеют кислородный барьер. Ну и те тоже имеют кислородный барьер. Кто имеет? Вот и. Почему? Ну как, почему? Нету. Нету? Кислородный барьер есть только у труб Акватер. И это анонсировала компания. Почему, что не загрел? Загрел, загрел. Компания Экопластик. Но на российской внуке пока нет. Больше ни у кого нет. Труб полипропиленового форно-защитных слоя. С каким? Форно-защитный слой. Уждальнение есть? Нет. Полимерный. Эйвон или Овон или Эвок. Не знаю, как он правильно считает. Они обещают, что замуж. Что? Экопластик. Экопластик, да. Я о нем говорил даже в ролике, но что-то ролик 2 года назад вышел. Я просто нашел у них на их рынке. До сих пор нет здесь. Вот пример полипропиленового трубы компании Акватерм с кислородозащитным слоем. Когда вы свариваете методом раструбной сварки такие трубы, то зачистка внешнего слоя просто обязательна. Необходим специальный зачистной инструмент, либо как говорил Макар Цикля. Кроме этого есть трубы с защитой от ультрафиолета. Здесь тоже необходимо зачищать внешний слой. Также внешний слой зачищается в случаях вот таким вот инструментом, либо той же самой циклей, когда речь идет об электромуфтовой сварке. С кислородозащитным слоем есть только два типа трубы, известные мне на текущий момент. Это трубы компании Акватерм голубые и трубы экопластика. Единственное, что у экопластика кислородозащитный барьер находится внутри. Там зачистка не требуется. Но данные трубы до сих пор в Россию не поставляются. Музыка Еще надо карнашом вместе, а не маркером. Ну, маркер съехал. Музыка Давай по другому переводим. По другому смысле? Вот так вот. Вместо возьмем. Вот так вот? Да. Давай так и сделаем на самом деле. А только что фильтр сюда было повернут. Но мы его уже не можем повернуть. Ну, уже да. А если под 45, то идеальный, как фильтр смотрел вниз. Да. Ну, мы хотим больше закидывать. Ладно. Просто что некрасиво, а там все. Полипит не получится из-за угла. А так жестко. Угу. Это реально один угол меньше. Угу. Борит? Да. Так изоцины макают. Ну, да. Угу, все. Ну, вот, уже отлично. Я думаю так, угол приклеить. Потом мы клеим эту штуку, откручиваем. И без вариантов, вы жарите, да и уже все. Ну да. Люди, наверное, появятся, что не прикреплены, а стоянные лазировки. Это очень долго, ребята. Таким БМД не сварить. Почему? На плоском, можно от двух сторон. А, так понятно, это же специфическая хера была. Вот для таких... Пробой, как мы вчера бьем, он нам вчера очень пригодился. Давай, давай. Ну что ж, ответственный момент. Ну, уже больше похоже на правый. Столько времени. А, сейчас опять свистопляска с измерениями. Реальность этой и следующей. Нет, ну там сейчас длинные ножницы, понимаешь, да? Так она как, она будет висеть на трубе, что ли? Ну что, нет? Да, нет, конечно. Сломается. Либо держать пока застынет. Сломается? Да, ну здесь выломается, либо держать пока застынет. Это же пи***ь. Минут 10 придержать очень долго. Слышишь, а 45 еще есть? Нет. Вот так мы сделали и все. Один хамудрил сюда вот. Вот такой есть. А, потому что кто-то... А если кто-то сразу сюда его забавит. Да, причем и нет. Служим, давай, наверное, лазер отгачь. Давай, лазер держать, да? Так, теперь карандаш. Марфель. Поставим. Выше? Так, почти-почти-почти. Ты смотри как. Так, ну ладно, выключаю. Оси есть. Теперь надо думать, что это оси делать. Поставлю, чтобы другого задать. А, ну вот так всегда. Один тогда. Ты уже начал? А я коленки подержу, пока ты там занимаешься. Ну ладно, подключи, чтобы он все время горел. Да, ну вот просто это. А может быть мы на саморез его закрутим? Можно на саморез еще. Как раз трубу для него. Мне кажется, нормальное решение ты придумал. Значит, если я не буду покупать этот тип, который вам надо. Я просто куплю полипропиллерную трубу. Труба стоит, не знаю, там 600 рублей. Какие-то три косаря. А труба всегда есть. А труба всегда есть, блин. Лайфхак, офигеть, блин. Ну как, не пнуть ее? Да, главное не пнуть. Ну, смотреть под руки придется. Если мы это сюда всовываем. Давай это сразу впаяем, повазуем. Единственное, что смотришь повазово и смотришь снизу. Да, тогда надо будет вот так вот держать. Подставим кусочек трубы. О, кстати, давай сразу мы придумаем что-нибудь. Сколько отрезок, говори. Отрезать роликовым, скорее, это роликовым уже здесь. Линию, мне кажется, так нарисовать ровно маловероятно. Почему? Ты способен линию нарисовать? Да, давай. Походим в лицо, беря, беру слуху. А его рисуешь. А ты поверяешь ровно? Как так можно, Макарта? Мне объясни. Старые чертежи выкатай сюда. Знаешь, что я делал видео про свой дальномер лазер. Это Риджид, который у меня. Я, короче, говорил такую фразу, что я, когда рисую линию, она у меня получается вот такая, как паханное поле, блин. Я говорю, но есть люди, которые, я просто знаю таких столера знакомого, которые вот так вот. Их отличишь, как по линейке. Не так. Да, я понимаю. Я просто говорю, что от руки, просто без линейки, без вспомогательных устройств. Вот. Я так рисую, я не знаю. Получается, ее уже надо снимать сейчас. Хрень обыкновенная? Не обыкновенная. Не обыкновенная. Вот мы ставим экир, и мы уже, наверное, начинаться это. Ни хера чего он еще снимает с пола. Я только первый раз вообще вижу. Ну, они тогда как промышленные шли, чтобы можно было. Ну, дай-ка посмотри еще. Ты его ни разу не ремонтировал? Нет еще. Ну, еще болгарка была. Болгарка сдохла. Болгарки были. Как снимает? Вытягивает просто или что? Да, все. Чем он, блин, капец. Ну, насадки развивают. Угу. Я патроны делаю. Угу. Я такого не видел. Не видел? Угу. Он есть еще более, ну, просто проставка. Угу. Есть без проставки. Он совсем колосенький. Он только бьет. Угу. Тут еще вращение есть. Ну, обычный все. Я понял. Двух режимов. Без этой проставки одной режимы. Если это проставка красная, побольше, ну еще и долгая. Угу. Угу. Я такой купил, потому что он самый легкий был. Так он, блин, маленький по сравнению со всем, что у нас есть, которые у нас в пользовании. Это какая-то как дрель. Размером. Да, и на мощный патроны. Да, с метропетровой. А сколько джоуля, не помнишь? Ты его? 2,3. В стандартном, в маленьких там 2,7-3 максимум. 3,2 это вот тогда он еще больше будет. Трисклассно. Прикольный аппарат. Макар, давай запрессуем и я свалю, а потом будешь сверлить. Да. Хорошо. Боялся, что мы затрем. А будем ходить вокруг до окна. Если мы поставили систему защиты от протечек, это как одно из решений. Для того, чтобы, предположим, полба взорвалась и у нас пошел сигнал на блок и блок перекрывает воду. Для того, чтобы вода была полностью перекрыта от попадания воды на датчик до полного закрытия 30 секунд. За 30 секунд воды натечет нормально, если полба лопнет. Да, но в целом, если об этом знать заранее, поставить гидроизоляцию, поднять по стенам и в принципе к соседям не протечет. А если будет трап? Если будет трап, то вообще идеально. Если будет трап, конечно. Если вода будет перекрыта. Как она будет перекрыта? Постоянно перекрыта. Почему она будет постоянно перекрыта? Действовать. Я думаю, из коробка где-нибудь есть, оставлю заполнитель для входа. На коробку она нормально закрыта. Нет, но в таком... Воды нет. Открыл, а он открывается паровски по 8 секунд. Нет, я понимаю, если ты такие ставишь, да. Он открылся и все сделал. Закрыл, уже закрылся. Но не все готовы платить такие деньги за дополнительные оборудования. 50 тысяч, а вот ему 30 тысяч рублей. Ну вот, ты прикинь. 60 рублей. Вот, не каждый готов за это платить. На 2,20. Пожалуйста. То есть у тебя, если что-то случается, грубо говоря, прошло 10 лет, что он закоснел и лопнул. И вода вылилась по стакану и все, вода в системе до вышло. Нет. Так это понятно. Только остатки вытекут. Когда у нас нормальная закрытая система. Но, как правило, у нас системы все открыты. То есть никого дома нет, вода открыта. Это 90% таких систем. Если ты экономишь, допустим, кто-то экономит на системе, поставь его нормальные отсечки, нормальные закрытые. Напомню, что систему локализации протечи компании Neptune целиком или любые отдельные компоненты вы можете приобрести со скидкой 15% по промокоду Добротехник по ссылке в описании. У меня в наборе ТЦ похожие ножницы, которые у тебя целиком изолированы, а у меня с такими ручками, как на ключах, цветные. Двадцать пятую тоже тяжело резать, даже металлопластику. Я играл в штанг, работал в штанг, работал в штанг, работал в штанг, работал в штанг. Пойдем. Да, эта штука намного быстрее. Чем электрическим? Все, хватит. Чем, вручную. А, ну вручную то понятно. Ну, не так вручную там. Держи, я сделаю пару фоток, пока ты будешь прессовать. Да нет, для инстаграма фотки сделаю. А, кнопок. Снимаем. Слушай, ты похож на БЕ? Нет, это тяж стопроцентный. У БЕ, по-моему, у них три полоски, либо полоски другие. У нее шире. Шире? Нет. У нее шире полоски. У Валтека полоски хуже. Ужин, да, там. А это тяж. Тополь, Пухенко, а не модель. Этот компактный инструмент для металлопластиковых труб диаметром до 26 мм и до 18 мм нержавеющей стали и меди на прессу вы можете приобрести со скидкой 10% по ссылке в описании к этому видео. Так, тут еще вот этот дырки срывил полоски. Что, мы затерли в итоге, да? Конечно. А зачем ты так затерел? Нет, приключить. Треба. Ну, это тоже. Ну, это не так. Нет, приключить. Ну, а конечный результат выглядит как-то так. Тереки, сушилка. Там она выходит. Вот эта труба. А, кстати, а где клипсы мы скажем? Ну, клипсы. Давай я прицеплю сразу. Да. Вот эта труба будет прикреплена к каркасу, который вот здесь вот. Поэтому сейчас она кажется, что как бы в воздухе. Эта закреплена нормально. Оп. Одну, две можно. Вот так вот. В общем, все, что от меня в этот день требовалось, мы сделали. Мы соединили 25 полипропиленом стояки с системой, которую собрал Макар. А прессовали все пресс-фитинги на металлопластиковых трубах. Я уехал с объекта и Макар остался доделать последние штрихи. Там закрепить инсталляции, закрепить где-то трубы для того, чтобы конечный результат сдать заказчику. Ну а я благодарю всех спонсоров, которые поддерживают наш канал. Для спонсоров доступны следующие ролики. Про сварочные аппараты. Там видеоролики еще на 40 минут к тому, что уже был на канале про полипропилен. Про труборезы, про сварочные насадки, про ассортимент компании Blue Ocean, про сварочную машину, про станок, которым варится диаметр там 100 мм, 160 мм. Я надеюсь, это видео для вас было интересным, принесло вам пользу. На этом все. С вами был Артем. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok